Ребята, всем привет! Ну что ж, это новый ролик по сампу. Если ты ждёшь самп, если тебе самп нравится, обязательно ставь лайк и подписывайся, дабы он выходил как можно чаще. Кстати, спешу напомнить, что недавно вышел третий сервер. Точнее, как недавно? Месяц уже назад. Но видос выходит только сейчас, поэтому саживайтесь поудобнее, всем приятного просмотра и мы начинаем. Ну и по стариночке, первым делом, как зашёл на сервер, я решил взять мопед и покататься по штату. Не успел отъехать от вокзала, как меня уже подрезали. Но, к счастью, ничего серьёзного со мной не произошло. В этот момент я осознал, что булочка осталась на другом сервере и мне стало так немножечко грустно, что я решил поехать и найти её в автосалоне. Как ни странно, вся парковка была забита спорткарами. Такое вы, наверное, больше никогда не увидите. Ведь эти машины постоянно выкупают и появляются они очень редко. Как только я там нашёл, мы с ней переглянулись и я поехал своей дорогой. Чуть-чуть поездив на мопеде, мне стало понятно, что на 40 баксов здесь особо не пошикуешь. И, конечно же, я решил, как и все бомжики, подзаработать немного деньжат на шахте. К тому же, у меня есть задание, которое следует выполнить и срубить хороший бонус. Поехав туда, я получил форму и лом, которым буду добывать руду. Я не думаю, что это самый удобный инструмент по внешнему виду для этого дела, но да ладно. По дороге к месту работы я увидел раздачу пакетов еды для бездомных. Естественно, я не мог отказаться и пообедал этой чудесной пищей. После этого я побежал к огромной куче не пойми чего, но, как позже казалось, это куча руды. В самом начале я добывал её своим волшебным ломом. И уже вроде бы добыл и взял её в руки и начал тащить её на склад, но... Конечно, мне обязательно нужно было её уронить. Пришлось сделать всё заново. И после очередной попытки у меня всё-таки получилось донести и сдать руду на склад. Как только я выполнил норму, уже можно было идти переодеваться и получать свой гонорар. Первые кровно заработанные деньги. За выполнение заданий, кстати, я ещё получу сверху 500 долларов. Вот так подарочки, да, ребят? И тут я вспомнил, что у меня нет ни паспорта, ни прав. Это не дело. Сперва я поехал в налоговую и оплатил госпошлины. Потом я полетел в мэрию, чтобы получить свой паспорт. Но для этого мне нужно было сфоткаться, что я успешно сделал. И получился вроде как вполне себе неплохо. Даже не пришлось капюшон снимать. Вот так бы всегда. Думая, что уже всё, и сейчас уже наконец-то получу свой паспорт. Короче, я забыл получить своё свидетельство о рождении. Поэтому для этого мне нужно было поехать в больницу. Когда я приехал и зашёл внутрь, мне стало понятно, почему в прошлый раз меня лечили в тюрьме, а не здесь. Видимо, даже самим врачам некомфортно лечить больных в мигающем интерьере. После я вернулся в мэрию и всё-таки получил свой паспорт. Теперь осталось получить права. Но за ними пришлось ехать аж в другой город. Пришлось вспомнить немного правил дорожного движения. Но для меня это доля секунды. Вы же сами видели, как я летал на своей булке. ПДД я знаю отлично. Пашурику сдал теорию и приступил к практике. Проехал кружочек по городу и вернулся обратно. Ну, естественно, как полагается, я получил свои права. Следующим делом я решил срубить ещё немного денег. И для этого надо было поехать на ферму. Так же, как и на шахте, мне выдали рабочую одежду. Только здесь вместо лома я получил шляпу. Хм, начало неплохое. Но чтобы начать работу, мне пришлось побежать через всё поле к кустам пшеницы. Собрать и отнести это всё дело на склад. Но, знаете, когда я ронял руду на шахте, это было не так обидно. Ибо там не было такого расстояния между складом и кустом пшеницы. И уронив пшеницу здесь, я даже успевал немного подгореть. Насобирав почти 300 кг пшеницы, я наконец-то повысил свой скилл фермера и получил доступ к комбайну. Ну и тут я подумал, что сейчас пойдёт самый настоящий реальный заработок. Я устроился к комбайнёрам, получил новую форму, новую шляпу и даже сишку. Да, это самый главный атрибут, без которого дальше работу продолжать нельзя. Потом я побежал скорее посмотреть на свой новый транспорт, но желающих заработать было немало. И свободных комбайнов не оказалось, так что пришлось ждать. Работать на комбайне получалось вроде как неплохо. Ведь я уже имел дело с подобным транспортом на недавнем мероприятии. В конце концов, поработав немалое количество времени, я выполнил задание и собрал 30 кг пшеницы на комбайне. И тут я пошёл получать свою зарплату. И уже был в предвкушении тех денег, которые мне выдадут на карман. Подхожу, увольняюсь, получаю деньги и... да, 720 баксов. Бизнес-план провалился. Если вам ролики по сампу заходят, вы знаете, что надо делать. Прожимайте лайкоины, подписывайтесь на канал, пишите свои комменты. Если тоже хотите со мной поиграть, все ссылки полезны будут в описании. Я желаю вам счастья, здоровья, позитива и благополучия. Скоро увидимся, подписывайтесь и до новых встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон»